МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании Город приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Тотальный контроль. Николай Любимов призвал ускорить работу по благоустройству территорий и оздоровлению управления рязанского троллейбуса. Стержень следователя. В преддверии профессионального праздника мы встретились с лучшей из лучших. А документики-то липовые. В Рязани прошло оперативно-профилактическое мероприятие нелегал. По всем отстающим от графика благоустройства территориям уже есть понимание причин. Большая часть из них уже обследованы депутатами всех уровней. Объекты также на контроле профильных ведомств. Самое главное – устранить недоработки в кратчайшие сроки. Об этом на заседании правительства заявил губернатор Николай Любимов. По его словам, со всеми недобросовестными подрядчиками будет отдельный разговор. Это только у Владимира Высоцкого при беге на месте нет первых и отстающих. В сфере благоустройства одной лишь только видимости работы сегодня недостаточно. Время другое. Каждый такой случай и губернатор, и региональная власть рассматривает, можно сказать, под увеличительным стеклом. Над теми, кто не может или не хочет работать, реально на весь домоклов меч правосудия. Я надеюсь также, что администрации муниципальных образований, как заказчики, уже ведут юридическую претензионную работу с подрядными организациями, которые не выполняют условия договора. Эта информация должна быть доведена до общества, до всех людей. Еще раз повторю, все, что запланировано по благоустройству общественных пространств в этом году, должно быть сделано и без потерь в качестве. И напоминаю, что на некоторые проблемные объекты приеду лично посмотреть, что и как благоустроено. И главное, спрошу у людей, у наших жителей, все ли их устраивает и выполнены ли те работы, о которых было заявлено. Еще одна важная тема для жителей города – транспортная. Общественность сегодня волнует в первую очередь развитие муниципальной компании управления Рязанского троллейбуса, за которой закреплены все стратегически важные и магистральные общественные маршруты. Говоря о финансовой помощи предприятию, Николай Любимов был категоричен. Напомню, что только убедившись в реальном оздоровлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в том, что оно начинает работать эффективно, мы примем решение о его поддержке со стороны регионального бюджета и о дополнительных инвестициях. Неделю назад губернатор просил предоставить так называемую дорожную карту оздоровления предприятия. Сегодня ее ему обозначили. Первый пункт – сохранение регулируемых тарифов. Второй – заключение отдельных муниципальных контрактов на перевозки. Третий – внутренняя оптимизация ОРТ, в том числе финансово-экономическая. Всю работу городские власти обещают завершить до конца августа. Максим Васильев, телекомпания «Город». Пока жители России спорят между собой, проходить через вакцинацию от коронавирусной инфекции, более трети рязанцев уже сделали прививки. Кроме этого, в данный момент в регион завезли новую партию «Спутника Ви». В Рязанскую область поступило более 17 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». Информация поступила из региональной опергруппы. Стоит сказать, что вакцинироваться можно как по предварительной записи, так и в порядке ожидания при личном посещении поликлиники. Как рассказал заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хаменец, на сегодняшний день больше трети рязанцев от 60-процентной нормы, подлежащих вакцинации от COVID-19, сделали прививку. По его словам, вакцина направлена во все мобильные пункты, которые расположены в торговых центрах и на железнодорожных вокзалах Рязани-1 и Рязань-2. Также сделать прививку могут все, кто записался предварительно на портале госуслуг, по телефонам регистратуры или единому номеру 122. В регионе действует 65 пунктов вакцинации. На железнодорожных вокзалах Рязани-1 и Рязань-2 пункты работают в круглосуточном режиме. Свой профессиональный праздник на этой неделе отмечают работники органов следствия. Следственный комитет расследует тяжкие и особо тяжкие преступления. Его сотрудники решают важнейшие и ключевые задачи современности. Такие, как противодействие коррупции, экстремизму, обеспечение, защита законных прав и интересов граждан. С работницей следственных органов пообщался Валерий Седов. При первом взгляде сложно поверить, что эта хрупкая женщина работает следователем. Ирине Корнеевой 26 лет. Она старший лейтенант юстиции. За свою карьеру направила в суд дела об убийствах, насилии, врезках в нефтепроводы. Всего не перечислить. А карьера началась просто. С практики на юрфаке. На третьем курсе попала на практику следственный комитет. И меня это настолько заинтересовало, что я осталась общественным помощником. Два года я эту деятельность осуществляла. А впоследствии, ну как выходит, зарекомендовала себя с положительной стороны. И меня взяли на работу уже в качестве следователя. Сейчас Ирина вспоминает, что первое дело сложным не было. Молодым следователям таки не поручают. Мужчина напился, оскорбил сотрудников скорой и напал на полицейских. А на свое первое убийство Ирина приехала только спустя полгода. И везде помогали наставники. У меня был замечательный наставник, который вот действительно поистине мной занимался. Объяснял все тонкости. Не считал с личным временем объяснить мне то, то. И даже там бывало мы 10 раз переписывали какой-то документ. Потому что здесь очень сложно на первых порах. Это просто завалить работой можно. И человек так может не выдержать. Тут все тоже непросто. И здесь важно молодому следователю помочь, объяснить и не бросить его. Среди общего числа дел, которые Ирина Корнеева расследовала, в ее памяти отложилось несколько. Например, убийство в селе Львово в октябре 2020-го. Мужчина месяц как вышел из тюрьмы и пошел пить к знакомому. Слово за слово дошло до драки. Мужчина сломался бутыльнику ребра. Отсюда повреждения легких и смерть. В убийстве мужчина не признался до сих пор. Было проведено много следственных действий. Буквально весь дом я допросила. У нас было одно лицо. Соответственно, его друг, который указывал на него, даже несмотря на то, что я провела между ними очень уставку, обвиняемый все равно не признался. Хотя, вот так чисто психологически смотреть было на него в тот момент, когда его друг его изобличал, там вот по глазам было видно, что вот что-то вот не то, что он чувствует. Ну, вот просто такой сам по себе оказался человек. В межрайонном следственном отделе Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области Ирина Корнеева работает три года. Александр Логинов, ее начальник, гордится успехами своей подчиненной. В ней имеется большой очень такой стержень следователя. Она может вовремя сориентироваться по любому уголовному делу, обладает широким спектром теории, практики. Это все, это все в совокупности помогает ей трудиться на благо нашего государства так, что у руководителя Следственного отдела фактически в большинстве случаев за нее всегда гордость. Ирина Корнеева не единственная девушка в межрайонном следственном отделе. Вообще женский коллектив тут преобладает. Их процентов 80. И каждый следователь индивидуален, но у всех есть отличительная черта, твердый и упорный характер. И, наверное, поэтому отдел уже два года занимает лидирующие позиции по раскрываемости в регионе. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Полицейские провели массовые рейды по общественным местам Рязани с целью выявления нарушения миграционного законодательства. Для многих гостей региона встреча со стражами порядка стала полной неожиданностью. Первая точка полицейского рейда – ресторан «Кавказской кухни». По традиции это место массового пребывания иностранцев. Процедура стандартная – проверка документов. Смотрят, естественно, на страницу с регистрацией. А после отправляются на следующую точку. Рейды проводили совместно. Работали сотрудники ППС, ГИБДД и Центра кинологической службы. Проверяли как места компактного проживания, так и массового пребывания. И кое-что установили. Например, фиктивную регистрацию сразу у пяти иностранцев. По каждому случаю возбуждено уголовное дело. Всего полицейские выявили 133 нарушения. Задержали четырех гостей из Средней Азии, которые, оказывается, находились в международном розыске. Правоохранители установили, что иностранные граждане совершили нарушение правил въезда в Российскую Федерацию, либо режима пребывания здесь. Предоставляли ложные сведения при постановке на миграционный учет, а также осуществляли незаконную трудовую деятельность. В отношении иностранцев составлены административные протоколы. Они будут привлечены к ответственности. Рейдовые мероприятия будут продолжены. Да что уж говорить, если в операции участвовали даже сотрудники УФСБ при силовой поддержке росгвардейцев. Объекты их проверки масштабней. Работали в организациях с иностранным персоналом. В итоге за нарушение правил въезда, пребывания и транзитного проезда привлекли больше 350 человек. Чаще всего, кстати, нарушают предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства в Рыбновском районе и строительства в Рязанском районе. Штрафов наложено на сумму больше миллиона рублей. Валерий Седов, телекомпания «Город». Налоговая служба уходит на удаленку. Теперь принимать лично здесь будут в экстренных случаях и только по предварительной записи. Все остальные услуги выведены в меню онлайн-приложения, что на самом деле довольно-таки удобно. Переход на удаленку для налоговой службы – мера пусть и вынужденная, но вовсе не критичная. Все, что нужно налогоплательщику, есть в онлайн-сервисах и приходить лично вовсе не обязательно. А учитывая ситуацию с пандемией, наверное, даже и нежелательно. В самом крайнем случае, конечно, можно и прийти, но исключительно по предварительной записи через сайт налоговой службы. Хотелось бы все-таки обратить внимание рязанцев, что даже и эта возможность у нас перекрывается другой возможностью – дистанционно работать с налоговыми органами. И в первую очередь, что касается физических лиц, то у них для этого есть полностью все условия. Конечно, это наш сервис – личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Получить доступ к нему очень просто. В первую очередь, хочу рекомендовать вход в личный кабинет с помощью учетной записи портала госуслуг. А дальше все проще простого. Все данные по расчету с бюджетом, имущественным налогом и НДФЛ отображаются на экране. Ваша задача – просто кликать мышкой по нужным окнам. Прямо сейчас можно даже сформировать и отправить декларацию форму 3 НДФЛ. Ну а если уж вам обязательно нужно прийти, в инспекции показали пошаговые действия. Заполнить в форме необходимые данные, выбрать тип налогоплательщика, фамилию, имя, отчество, ИНМ и адрес электронной почты. На адрес электронной почты придет виртуальный так называемый талон для записи, в котором будет уже непосредственно написано, в какую инспекцию, на какую услугу и на какое время вы записались. Для предпринимателей и юридических лиц вся линейка сервисов налоговой службы тоже доступна. Причем есть тут и свои особые условия. Например, новая предупреждающая опция – риск блокировки счета. Доступна она только в личном кабинете. В общем, бесконтактное общение, как говорят налоговые службы, сегодня лучший способ работы с налогоплательщиками. Максим Васильев, Михаил Азоткин, Телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин